Хаваж Накастхоев известный писатель, публицист и литературный критик. Свой профессиональный праздник отмечает за рабочим столом. В январе Хаваж возглавил Союз писателей региона, который был создан еще в годы образования субъекта. В качестве руководителя организации Хаваж Накастхоев ведет организационную и творческую деятельность, участвует в проведении творческих мероприятий в республике. На сегодняшний день в составе Союза 62 писателя Ингушетти. Мы не говорили количество так признанных писателей, признаваемых сообществом, литературным сообществом, братьями по Перу или собратьями по Перу. Это, конечно, добавляет и престижность, и в некотором смысле какую-то гордость за нашу республику, и за наш народ, если можно так сказать. Конечно, чем больше писателей. Ведь писатели, как и другие представители интеллигенции, они же показывают уровень интеллектуального развития общества, народа и так далее. Они нас вдохновляют, погружают в разные эпохи, знакомят с историей, открывают новый взгляд на мир. Литература в жизни человека играет огромную роль. У каждого писателя свой читатель, который проживает каждую написанную им строку. Например, песня Дага Ухурсуна, на слова Хамзата Асмиева, она уже 70 лет живет. Это же очень высокое достижение. То же самое и другие песни, они живут. И сегодня, и сегодня и молодежи востребованы эти песни, потому что от этих слов и от этой мелодии даже мурашки по спине до сих пор бегут. Пишущих вообще-то бывает очень много, но не все люди, они публикуют их. Иногда даже и друзьям не показывают, люди стесняются своего творчества. Но тем не менее, если даже тех людей, которые пишут, просто опубликовали так или иначе свои твижки, их около двух сотен. У истоков ингушской литературы стояли выдающиеся писатели. Основоположники ингушской поэзии Тимбот Беков и Заурбек Мальсагов. Навсегда свои имена в историю вписали Ахмед Боков, Идрис Базоркин, Саид Чехкиев, Джамалдин Индиев, Исаак Адзуев, Салман Азиев. Сегодня активно все разновидности поэтических, прозаических и драматургических жанров развивают молодые писатели. Такие сильные страсти, они всегда привлекательны для молодежи. Если вы заметите, мы все представители, особенно молодые читатели всех народов, любят детективы, любят вот эти, или страстная любовь и так далее, и так далее. Об этом во все времена всегда писали. Но, как я говорю, чаще всего эти вещи остаются у него в рабочем столе. Молодые, которые наши пишут, они показывают знакомым, они показывают, и ко мне часто тоже попадают. Но обычно они не хотят это вынести так, для широкого читателя не пишут. У нас очень много поэтов и писателей пишут на религиозные темы, продвигая именно исландские ценности. Семьевный день писателей ежегодно отмечается 3 марта. Праздник утвержден в 1986 году. Однако оригинальная идея этого дня заключается больше не в честовании прозаиков и поэтов, а в защите свободы слова. Хаважна Косткоев считает, что в нынешнем положении писателя в современной России больше положительного, сравнительно с советскими временами. Тогда союз писателей выполнял в большей степени идеологические задачи. Теперь же у писателей неограниченная свобода слова творчества. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Писатели Ингушетии все еще нет собственного помещения, где члены сообщества могли бы осуществлять свою деятельность. Также регион является одним из немногих, где нет ни одного литературного музея, где могли бы хранить работы выдающихся творческих деятелей. Ингушетия также нуждается в собственном издательстве. Несмотря на стремительные изменения, внедрение новых технологий, большинство людей не согласны с тем, что в современном мире статус писателя изменился, ведь благодаря им читатели расширяют кругозор и соприкасаются с искусством слова. Я бы хотел каждому автору, кто пишет, и не только нашей республике, а вообще в мире иметь хороших, понимающих читателей. Это очень важно. Диана Дударова, Адам Далаков, Новости 24.